МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но его цена заставляет относиться к ситуации очень серьезно. Ибо от личности будущего главы прокуратуры зависит многое, в том числе и та самая борьба с коррупцией, о необходимости которой говорят все. Как разрешить эту ситуацию? Как добиться того, чтобы генпрокурором стал действительно независимый и неподкупный? Разобраться в этом, я полагаю, уже дело принципа. Вы смотрите АКЧЕН ТВ. Здравствуйте. Мои гости. Владимир Цюркан, депутат от партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Гурбуля, экс-генпрокурор. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Иван Дьяков, экс-прокурор города Кишинева. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте вот поясним ситуацию больше для зрителей. Владимир Иванович, вам будет первый вопрос. Вот почему вы выступаете за объявление нового конкурса на пост генерального прокурора? Поясните, вот кто здесь за что ратует? Ну, я начну с небольшой предыстории. В том плане, что, когда голосовался этот закон в феврале 2016 года, мы его не голосовали. Да. Не голосовали по целому ряду причин, поскольку считали и считаем, что этот закон фактически не произвел никакой реформы, о которой так много говорили. И так много денег потратили европейцы. Значит, а фактически прокуратуру во многом, ну, я не знаю, там, сделал инвалидом. Ну, мои коллеги и в прошлом подъявлении в прокуратуре, потому что я тоже, как говорится, имел счастье и удовольствие работать в той прокуратуре, которая была действительно сильной с точки зрения и организационной, и кадровой, и так далее, и так далее. Значит, это касается и коллегии, и создания некоторых структур, которые, если будет возможность, расскажу, чем реально занимается сегодня прокуратура. И мы были категорически против того, чтобы новый прокурор избирался таким модом, в таком порядке, каким он избирался. Сегодня, когда мы видим, что реально президент избран все-таки всем народом, мы считаем, что это одна из очень серьезнейших возможностей действительно начать вывод прокуратуры из-под политического влияния и добиться, чтобы хотя бы руководитель, от которого потом дальше будет зависеть и чистка кадров, и действительно проведение реальной борьбы с коррупцией, и со всеми теми проблемами, которые у нас сегодня накопились в государстве. Значит, мы готовы и будем завтра, потому что завтра включен в повестку дня парламента этот вопрос, извинения в Конституции, мы готовы за него проголосовать таким образом, чтобы прокурор избирался, назначался, точнее, именно президентом, избранным всем народом. Но! По представлению Высшего Совета Магистратуры, здесь прокурора, поскольку в составе Высшего Совета почему-то есть и министр юстиции, к примеру, что тоже нонсенс вообще-то. Но, тем не менее, почему мы считаем, что этот конкурс, который сейчас практически завершается, 7 декабря уже должно быть последнее слушивание, после чего должна определиться кандидатура. Этот конкурс проводится Высшим Советом прокуроров, который был избран в 2013 году по старому закону о прокуратуре. И там есть одно существенное «но», а именно, в состав Высшего Совета прокуроров, в отличие от прежнего, от 2013 года, по новому закону должны быть, кроме тех, которые есть, я не буду их перечислять, должны быть три представителя гражданского общества. То, чего нет в старом законе. И, кстати говоря, на что практически все в обществе говорили о том, что необходимо, чтобы прокурор был определён транспарентно, с участием активным гражданского общества и так далее. Вот этого, к сожалению, сейчас не произошло. То есть тот состав, без участия представителя гражданского общества, фактически проводит этот конкурс и 7 декабря, возможно, определит этого кандидата. Мы считаем, что это является нарушением порядка проведения конкурса с точки зрения того, что конкурс проводят не те и определяют не те, кто по новому закону должен этим заниматься. И считаем, что в этой ситуации не будет достигнута желаемая цель, цель высвободить прокуратуру от политического влияния и определить действительно достойную кандидатуру. Поняла, спасибо. Господин Гурбуля, как вот вам эта ситуация? То есть я так понимаю слов у Владимира Ивановича, а не за то, чтобы этот конкурс аннулировать, внести поправки в Конституцию. Я думаю, что здесь, ну я не знаю, вряд ли это можно считать советом, но как рекомендация давайте так. Я думаю, что было бы абсолютно правильно с точки зрения и политической, и с точки зрения и правовой, и с точки зрения профессиональной гордости и за будущее этого органа, прокуратуры, было бы правильно, если бы они отменили этот конкурс, самораспустились и по новым правилам определили новый состав высшего совета прокуроров. И провели бы новый конкурс, и тогда это с этой точки зрения было бы абсолютно оправданно, легально и целесообразно. Вы говорили мои слова, то есть аннулировать, да, получается этот конкурс. Вы как полагаете? Ну, в принципе, сложилась довольно сложная ситуация. Формально все положения закона соблюдены. Указано, что с 1 августа закон вступает в силу, я имею в виду последний закон 25 февраля текущего года, за исключением положений касательно назначения генерального прокурора. Там эта статья 17 предусматривает 13 частей по процедуре назначения от объявления конкурса и до его назначения президентом. Только части 10-12 вступает в силу с момента изменения Конституции. Остальные по процедуре объявлений конкурса и его проведения вступают в силу с 1 августа. Это нонсенс, потому что в этой же норме указано, что до этого действует старая процедура, то есть предусмотренная Конституция, где генеральный прокурор избирается парламентом по представлению председателя парламента. Там конкурса нет. И получается, что здесь смесь бульдога с носорогом, как обычно говорят. Часть процедуры от нового закона, но действует конституционное положение касательно старой процедуры назначения. И мне кажется, это тоже является фактором, при котором, пусть и формально соблюдены нормы закона при объявлении этого конкурса. Второе. Опять имеется законное регулирование, что действующий на момент вступления в силу закона о прокуратуре высший совет прокуроров действует до окончания своих полномочий, то есть мандата. Но с точки зрения политической целесообразности, с точки зрения, что в последнее время слишком много нападок на прокуратуру в целом и генерального прокурора в частности, ну, вспоминая старое изречение, что жена Цезаря должна быть вне подозрений, я считаю, что любой изян при избирании генерального прокурора сыграет с ним же самим злую шутку. То есть часть общества не воспримет это как назначение. То есть изначально генеральный прокурор будет находиться под очень серьезным прессингом со стороны части общества. Поэтому наверняка, по моему мнению, для того, чтобы получил генеральный прокурор более широкую социальную поддержку, более, я бы сказал, весомый мандат, может быть, и есть смысл в том, что говорит Владимир Иванович, чтобы они начали изначально. Тем более, что я был против этой процедуры назначения генерального прокурора президентом в условиях, когда сам президент назначался парламентом. То есть какой смысл и какова будет большая легитимность и независимость генерального прокурора в условиях, когда парламент его назначает, и он же президента. То есть получается двухступенчатая передача передоверия, скажем так. Тем более в наших условиях, когда у нас назначение некоторых генеральных прокуроров, когда они уже были назначены у мандатов, получили свой мандат, то у нас в СМИ появлялась информация, что один лидер перепродал другому. Я сейчас не называю фамилии, мы примерно понимаем. Все бывало, да? Да, бывало, правда, Владимир Иванович? Если можно очень коротко, вы видите в этом какой-то политический момент, вот в том, что сейчас происходит? Понятно, есть законодательные коллизии, да? Но политика есть или нет? Вот коротко. В этом конкурсе? В этой ситуации? Нет, не в самом конкурсе, а вот в этой ситуации. В этой коллизии? В этой коллизии, да, абсолютно точно. Ну, несомненно, конечно, есть политический фактор, потому что я помню, давал как-то интервью в «Свободной Европе», и я сказал, что никогда политический класс не отказывался от, скажем так, соблазна иметь под контроль правоохранительную систему в целом, правосудие, ну и генерального прокурора. И даже власть откажется от того, чтобы генеральный прокурор был свой человек, что называется. Господин Дьяков, вы практически сразу раскритиковали этот конкурс в соцсетях, и потом я видела ваше интервью, вы написали, что этот конкурс является циничным, потому что уже известен заранее победитель. Вы сейчас настаиваете на этих словах? Конечно. Что вас вот к такому выводу подвигло? Я, в отличие от моих друзей, здесь свежий, оттуда ушел, к последнему. Я знаю, что состав этого высшего совета прокуроров, не был он избран, а был подобран. Там люди все свои. И, конечно, они изберут, если можно выразиться в данном случае, изберут того прокурора, который скажут. Если вот сейчас посмотреть вообще, что происходит, не будем гадать. А вот на самом деле, что видит любой гражданин. Вот эти шесть человек записались на конкурс. Они прошли, по-моему, два этапа уже какие-то. Детекторы лжи должны были точно. Сразу. Прошли, да? Да, да. Сразу. Вот один из них есть. Кашу. Не будем в подробностях, но он даже по официальным данным, он работал в Генеральной прокуратуре, там, там, там. А сейчас учтился в Чиканской прокуратуре. То есть, для любого гражданина, даже совсем не юриста, понятно, что человек где-то напортачил, где-то не справился, и его направили туда отбывать номер. Более того, в прессе появились данные, я говорю в прессе, потому что я их не знал, о том, что он был один раз наказан, второй, там проблемы с какими-то суммами и так далее. То есть, человек не очень-то, и никакого опыта, никакой практики. И вот он записался и прошел, и прошел один этап, второй этап. Какой это конкурс? Вот мне в этой ситуации, мне кажется, не утверждая, но кажется, что вот когда полилуешь, один баллотировался, то он сказал честно, я самый лучший, я хочу. Это глава Высшего Совета Мужчинства. Высшего Совета Мужчинства, да. Я хочу, потому что я считаю себя самым лучшим. Здесь конкурс, шесть человек, ну, слишком-слишком пахнет формализмом и цинизмом, как я сказал раньше. Вот Майя Санду прямо сказала, Майя Санду сказала, будет назначен господин Харунджин. У нее есть такая информация, она практически уверена, что этот вопрос решен, да, и что мы просто двигаемся по временным ранкам. А в принципе, вот как-то все уже заранее всем известно. Владимир Иванович, если все так, как говорят сейчас ваши уважаемые коллеги, то получается так, что дело не в тех самых, возможно, поправках в Конституцию. То есть получается, что на самом деле власть не хочет на данном этапе изменения ситуации вокруг генерального прокурора. И в самом деле, какая власть добровольно скажет, вот, давайте я уйду, мы уйдем, да, а вы теперь вот сами назначаете генпрокурора, уважаемая оппозиция, уважаемые социалисты. Я как-то себе это не вижу, а вы? Как говорят сейчас. Ну да, вот. Ну, знаете, это будет видно, во-первых, в этот промежуток времени, который произойдет от 7 декабря, когда будет окончательно завершающий тур этого так называемого конкурса, и до момента инаугурации вновь избранного президентом всем народом. Если в этот период времени эта кандидатура будет представлена нынешнему прокурору, пока не принесена присяга новым президентом, именно этот президент исполняет обязанности президента, и если будет эта кандидатура представлена ему, то тогда это будет вообще полнейшая профанация идеи деполитизации и вывода из-под этого пресса, значит, политического органа прокуратуры. Потому что будет представлена президенту, который избран парламентским большинством. И именно парламентское это большинство в соответствии с решением Конституционного суда обязало его выдвинуть именно ту кандидатуру, допустим, премьер-министра, которую они предложили ему. То есть, вот если проводить такую аналогию, то получается, что это будет не только цинизм, это и цинизм будет, и профанация, и всё, что угодно. Это будет просто вызов обществу. Я об этом сейчас говорю так открыто, чтобы это было понятно и ясно, как это мы будем оценивать. И надеюсь, и уверен точнее, что общество аналогично оценит. Но может быть и другая ситуация. Я вот хотела сказать, знаете, как вы можете споткнуться, на какой стадии? Что они типа подождут, пока будет инаугурация, и предложат уже новому президенту. Но и в этой ситуации, ведь господин Дадон так и сказал, я хотел бы и требую, чтобы был проведен новый конкурс. По другим обстоятельствам. В другом составе высшего совета прокуроров. Избранным в соответствии с новым законом. И это будет совершенно законное требование. В котором, я уже повторяюсь, будут и представители гражданского общества. При этом представители гражданского общества на условиях конкурса будут определяться один президентом республики, один парламентом и один Академией наук. То есть это тоже не такая простая процедура. Это достаточно серьёзная сита, через которую будут пропущены в том числе и эти представители. И вот только тогда, только тогда, этот высший совет прокуроров, если представит кандидатуру, вот тогда вновь избранный президент уже сможет оценить эту кандидатуру с точки зрения соответствия всем остальным критериям, которые предусмотрены в статье 17 этого нового закона. Но если в дело вмешивается политика, то возможно всё. У нас, по крайней мере, в стране. Я сейчас что хочу сказать? А давайте порассуждаем. Если бы, например, я была власть, что бы я сделала? Я думаю, что первое сито – это нужно пройти поправки в Конституцию. Сколько у нас депутатов должно проголосовать? 67. 67. А не может ли случиться так, что уже на этой стадии не придут депутаты, заболеют, у кого-то там командировка экстренная нарисуется? И таким образом появляются временные, скажут, ну мы хотели, уважаемые социалисты, мы хотели всей душой, ну вот не пришли некоторые, ну вот мы с ГИМПу, ну мы с ГИМПу не разговариваем, да, например. И получается вот такая вот штука, которая, понимаете, будет бесконечно это всё накручивать, знаете, вот это всё, эту ситуацию, она не будет решаться. Ну я прошу обратить внимание, во-первых, это инициатива о внесении изменений в Конституцию, не инициатива социалистов, но мы говорим, что мы эту инициативу поддержим и проголосуем, именно потому что, учитывая, что уже избран президент всенародно, а не парламентским большинством, то это есть гарантия того, что этого человека на должность президента действительно будут рассматривать с точки зрения и мнения народа. Господин Гурбуля, у нас поправки в Конституцию парламентом вносились сколько лет назад? Вы вот... Имейте в виду порядок назначения генерального... Нет, я имею в виду поправки в Конституцию, вообще, законодательно. Парламент, когда у нас последние поправки? В 94-м это принятие Конституции, процедура действий с 94-го года. Но вопрос даже не в конституционном регулировании. Давайте так. Я представил парламенту закона 25 декабря 2008 года. Он получил положительную оценку Венецианской комиссии и Совета Европы. Я недавно читал студентам как раз по правоохранительной системе, есть такой предмет прокуратура. На семинаре они подготовились на основе старого закона. Я им сделал замечание, быстро один влез в интернет, и нашел норму нового закона. А тот студент, которому сделал замечание, просмотрел, он процитировал все эти нормы по задачам прокурата, говорит, так, господин профессор, это одно и то же. И вопрос, ведь знаете в чем? Вот старый закон должен был быть доработан изменением процедуры назначения генерального прокурора. Это было единственное замечание Венецианской комиссии. Второе, необходимо было добиться большей процессуальной независимости прокурора в условиях иерархического контроля, потому что иерархический контроль не исключается. Более того, ряд авторитетных экспертов и Европы высказались в плане, что необходимо сохранить и укрепить процессуальный контроль. Это как защита от произвола, субъективизма, протекционизма и просто неграмотности нежестоящего прокурора, который принимает абсурдные с точки зрения материального или процессуального закона решения. Вот это новая группа. Кетвару, кстати, на одном семинаре очень четко сказал на международном круглом столе, говорит, нам навязали и прокуратуре закон адвокатами. Я не против адвокатов, ничего против них не имею. Но, к сожалению, профессионалов просто-напросто устранили в процессе доработки этого закона. Вот я сейчас буду вопрос о профессионалах. Первое. И этот закон неправильно говорит о независимости генерального прокурора. Надо говорить о независимости прокуратуры как ведомства, как система от любых отраслей власти. Необходим другой подход. Ведь понимаете, что такое высшая власть? Все держится на ее правосознании. Значит, нельзя говорить только о том, что прокурор будет броней огражден от какого-то влияния. Необходимо, чтобы сама власть как бы сама отказывалась от давления и от желания контролировать прокуратуру. Я спросила, вы говорите, господи Яков смеется. Я тоже сейчас на голову улыбаюсь. Абсолютных аргументов нет. Абсолютной защиты нет. Видно, что Гурбуля профессор, он сейчас читает лекции. А мы спросим, как на самом деле. Профессор и профессор, вас тоже профессора учили, если я не ошибаюсь. Вопрос в другом. Вопрос в том, что я говорил с моими коллегами из Европы. И они говорят, вы не найдете механизма, который вас полностью защитил. Это всегда как бы, хотите, договоренность ветвей власти. Господин Гурбуля, я не буду сейчас сыпать статьями. Я здесь, конечно, вам в подметке не гожусь. Но я знаю вопрос еще политической целесообразности. Знаете, и вот исходя из этого, да, к сожалению, поступает любая власть, в том числе и молдавская. Господин Яков, вы как это прокомментируете? Ровно год исполняется, когда я опубликовал открытое письмо к депутатам, опубликованное в Молдово-Суверан. Вот пусть поднимают люди и читают. И я там написал, что внедрение этого закона в таком виде, который был представлен в парламенте, приведет к криминализации прокуратуры, трансформирование ее в политическую дубинку и выполнение политических заказов. Не буду сейчас вообще манипулировать примерами и так далее. Люди, народ, все видят, что сегодня началось. Но это, я считаю, цветочки. Если мы этот курс поддержим дальше вот так, то запомним. Одним словом, я в том письме, и вообще мое мнение, что закон, он, грубо говоря, здесь сказал, старый закон был очень хорош. И вообще мир не придумал более демократичного разрешения и руководства страной, чем парламентский. Да, это сейчас извечный спор. Что, какой путь лучше, парламентская или президентская? Я поняла, что за парламент. У нас, как всегда. Да, но вот, допустим, то, что вы напомнили, когда вся страна, вся пресса и оппозиционная, и это говорили, что за генерального прокурора, за назначение дали 2 миллиона евро. Было везде. Ну, говорили, да. И все говорили, а кто его назначил, кто его назначил? ГИМП назначил. Я разговаривал со многими людьми, с депутатами и так далее. И мне говорили, ну, понимаешь, там была договоренность, что эта партия, это возьмет, эта партия. Да при чем тут это? Если в Конституции было написано, что председатель парламента, не имеет значения, с тещей он договорился, или советовался, или с кем-то из друзей, или вообще сам, вот читая газеты, пришел к выводу, что нужен Иванов, Сидоров, кто-то. Но он определился и сказал, что вот этот будет кандидатом, и предложил парламент. А парламент обсуждает и голосует. Это очень демократично. Очень демократично. Ну, вы сами себе противоречите. Вот, получается, при таком демократичном раскладе как раз и продали пост генпрокурорам. Так получается. Нет, я не противоречу. Я говорю, что у нас цинизм стоит зашкаливать. Поэтому сейчас будет президенту, к этому надо, во-первых, определиться, что мы хотим в этой жизни, как мы видим будущее своих детей, и от этого начинать. Слова красивые, но согласна. Владимир Иванович, а как делается это, как мы привыкли говорить, в странах западной демократии? Ну, вот смотрите, почему у нас каждый раз получается вот такая вот законодательная нестыковка? Ну, почему вот у нас закон принят, в Конституцию поправки не внесли, и вот все сейчас, вот вроде комиссия есть, а говорят, нет, комиссия неправильная. Давайте сделаем то, а нет, давайте сделаем это. Я понимаю, что два юриста, три мнения. Но у нас, по-моему, их гораздо больше. Как это надо было сделать правильно? Ну, конечно же, правильно, вначале, чтобы шла лошадь, потом телега. Да. То есть, вначале надо было изменить Конституцию, определить, каков новый порядок избрания прокурора. Правила игры. А потом уже, естественно, вносить необходимые изменения и в закон. Я согласен, что можно было в тот самый закон от 2008 года. И тогда было бы, во всяком случае, с точки зрения правовой, более понятно всем. Сегодня мы пошли по этому пути вносить изменения в закон со ссылкой, что это изменение вступает в силу в случае внесения изменения в Конституцию. Но такого порядка вообще нет нигде, ни в одной западной демократии. Мы сначала определим, как, а вот если изменим Конституцию, то это правило вступит в силу. Это молдавское ноу-хау, которое, не знаю, почему-то европейские эксперты как-то на это дело прикрыли один глаз или второй. Ну, наверное, потому что они уже просто устали, значит, смотреть на все эти выкрутасы, которые последние годы проходят у нас в обществе. Кстати говоря, вот говоря о том, значит, что примеры. А я просто, ну, необыкновенно циничный пример того, как использовалось то изменение в законе о прокуратуре. Необыкновенно. Я предупредил, когда предлагал целый ряд поправок к этому закону, что создание специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и специальным, и другим специальным вопросом, с привлечением к ним на пять лет на постоянной основе оперативных работников, это СССР просто-напросто, это будет сращивание то, чего всегда боялись везде, сращивание следствия и оперативных служб. Они просто не по делу будут работать, они будут искать эти дела. Вот свежий пример. У меня сейчас, как у представителя комиссии по правам человека, были на приеме, значит, из Камрата люди, сын примаря Камрата. К нему приезжают партнеры по бизнесу, значит, ну, молодые мужчины, попросили его, водителя, найдите нам для вечернего развлечения, поймите найти каких-то двух девочек, познакомиться. Они это сделали. Сделали это в апреле месяце. Все окей. Спустя полгода возбуждается уголовное дело по этому факту. Производится задержание этих лиц, значит, лицом в асфальт, наручники, видеокамеры. Вся страна видела это со ссылкой, что это сын примаря, который представляет другую оппозиционную политическую силу, примарь сам. Арестовывает его и так далее, и так далее. Само по себе, я вообще не считаю это преступлением, честно говоря. Потому что, ну, в конце концов, если мы говорим о декриминализации кодекса, так давайте переведем это в разряд административно-правового нарушения. Но занимается этим делом, вот это вот специальная прокуратура. По борьбе с терроризмом, организованной преступностью и по специальным делам. Я возвращаю вас к нашей ситуации. Да, я понимаю, что проблем, да, много. Но я знаете чего? Не то что боюсь, мне просто даже интересно. У нас, когда любая возникает вот такая коллизия, да, правовая, у нас последнее решающее слово принадлежит Конституционному суду. Здесь я по вашим лицам вижу, что вы понимаете. То, что я дальше... Людмила, я обратился в Конституционный суд по этому вопросу. Я знаю, вы автор этого, да. И даже есть уже решение Конституционного. И Конституционный суд сказал, что в принципе не установление в законе конкретного срока вступления в силу статьи не есть нарушение Конституции. Хотя в Конституции четко записано, что закон вступает в силу либо с момента опубликования, либо с датой, которая указана в этом законе. И вот именно эта норма о неустановлении вот этого самого срока может дать возможность правовой, такой вот временной коридор для власти именно для того, чтобы успеть сделать то, что она считает необходимым. Не так, господин Грубов? Давайте определимся, что в мире существует два способа Конституционного контроля. Последующий, предварительный. Так вот, с точки зрения канонов предварительного Конституционного контроля, эта норма в рамках проекта признали бы не Конституционной. Потому что нельзя, фактически она вступает в противоречие с Конституционной нормой. Поэтому здесь возникает вопрос и отсутствие временных ранков противоречий порядку и сроком вступления законодательного акта в силу, как сказал Владимир Иванович, тоже является существенным нарушением. Касательно того, что вы спросили насчет европейских стандартов, в Европе нет канонов, четко. И это, знаю, уже занимался по вопросу разработки и продвижения предыдущего закона. Я говорил с авторитетными специалистами в этой области, изучали европейское законодательство. У них есть несколько рекомендаций, решений. Парламентская ассамблея Совета Европы, Совета министров Совета Европы. Касательно роли, места и функций прокуратуры в системе уголовного судопроизводства и в системе демократического общества. И все. Они не навязывают модели. Кстати, нам тогда порекомендовали модель Португалии. И, кстати, по модели Португалии генеральный прокурор по должности является председателем Высшего Совета прокуроров в условиях очень жестких процессуальных полномочий генерального прокурора. Они так и сказали. Европейские, кстати, специалисты говорят, что командующий на поле битвы начинает путем голосования решать те или иные вопросы в процессуальных направлениях, то есть по деятельности уголовного судопроизводства. Очень четкая самостоятельность прокурора, но и иерархический контроль. И вот здесь, смотрите, я вот знаю Валерию, он был генеральным прокурором. Вот представьте, мы видели эту картинку, когда заседает. Я не представляю себе, чтобы Гургуля вот встал и отвечал на вопрос. Вот не представляю себе. Понимаете? Вопросы чьи, секундочку? От кого вопрос? Членов этого совета. Высшего совета прокурора. Потому что это очень, очень такого низкого уровня, так сказать, по рангу коллеги. Прокурор Камрата, прокурор Кан, прокурор откуда-то. И они будущему генеральному делают экзамен. Мне кажется, здесь надо пересмотреть. Не то, чтобы где-то, чтобы я критиковал или держал себя немножко выше, но человек, который думает с завтрашнего дня быть генеральным прокурором, а сегодня его определяют, насколько он умный, насколько он подходит, насколько он профессиональный и так далее. Мне кажется, что здесь не совсем правильно. А вот вы говорите, ссылаетесь на то, что вы хорошо знаете настроения нынешние в прокуратуре. А вот на самом деле, поясните нам, какие сегодня настроения? Как вот сами прокуроры считают? Или они настолько уже зависимы от представителей власти, что они и рады бы, чтобы этот конкурс закончился, и слава Богу, и парламент назначил, и чудненько. Либо все-таки есть люди, которые готовы бороться за другую модель. Избегают всяких публичных встреч, дискуссий. Испуганы. И с таким настроением построить боевую прокуратуру это очень сложно. Поэтому здесь не хочу я переходить на лица. Я не прошу вас с фамилией, мне просто интересно вот эти настроения, которые сейчас в прокуратуре. Готовы ли люди, есть ли там кадры соответствующие? Потому что, когда говорят, что вот, значит, нам необходимо реформировать, мы реформируем уже прокуратуру, еще вот господин Гурбуля реформировал, 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 да не выреформировал. Закон был принят, он получил хороший отзыв от европейских судов. Необходимо было его применение. У нас ведь, да, у нас ведь не проблема в том, чтобы законы, знаете, принимались, у нас проблема в том, чтобы они выполнялись. Согласен. И очень многое на самом деле в нашей стране зависит от того, какая политическая сила и в чем заинтересована. Потому что я смотрю вот на эту всю ситуацию, у меня, например, нет никакой уверенности вообще, как это все может закончиться. И в конечном итоге, а в одном уверена, что это первая серьезная схватка, Владимир Иванович, получается, новоизбранного президента и парламента. То есть в этой ситуации как бы он еще и в должность-то не вступил, а тем не менее уже развивается ситуация таким образом, что нужно уже понимать. И от того, кто в этой схватке окажется победителем, мне кажется, будет очень многое зависеть. На прочность друг друга пробуют парламент и президент. Разве не так? Да, конечно. Это очень серьезный тест, очень серьезный тест для президента вновь избранного. Я уверен, что он лично этот тест выдержит с достоинством и счастью, принципиально, не уступит, потому что в конечном итоге аргументы, доводы и мнение народа, не только потому, что они его избрали, а мнение, которое высказывалось в обществе по поводу всех этих проблем, связанных с прокуратурой, оно сейчас на его стороне. И поэтому в этом смысле я уверен, что если власть, если большинство пойдет на какие-то уловки, то они добьются того, в общем-то, что мы и хотели продемонстрировать, что эта власть не способна дальше быть большинством в нашей стране. Слова. Вы сказали, президент новоизбранный не уступит. Не уступит. То есть это есть уверенность. Да. Господин Дьяков, вы как думаете ситуация, это в конечном итоге разрешится? Ну, как разрешится, сам один Бог знает. Но то, что сейчас прорезается ситуация или проясняется ситуация о том, что политические элиты на кровь борются за должность генерального прокурора, а я еще год назад писал, что генеральный прокурор наиважнейшая фигура в этой стране сегодня. И поэтому... Стране, которая погрязла в коррупции просто. Это уже как-то определено там. Очень сложно будет, чтобы люди отказались от этого соблазна. Тем более, сейчас уже появляется и страх. Потому что давайте, вот мы, наш коллега, на днях Иоанн Морей был задержан. Кто мог подумать, кто сказал бы, что Морей будет задержан, а кто может сказать, что кто-то другой завтра не будет. Поэтому все хотят, чтобы обеспечить себе гарантии. Гарантии в лице генерального прокурора, который будет или его лично, или рядом где-то оттуда. Карман. То есть вы не уверены в исходе вот этой серьезной схватки парламента и президента? Вы не знаете, кто одержит верх? Мне просто интересно ваше мнение. Нет, сейчас все в руки парламента. Уже, как он четко сказал, что борьба пойдет до последнего, значит, должны ожидать досрочные парламентские выборы. Вот так. Спасибо. господин Гурболь, а вы как? Попробуйте предсказать. Мне понятно, очень даже понятна позиция всенародно избранного президента касательно, скажем так, подбора кандидата на должность генерального прокурора. Ведь, в конце концов, президенту, который его назначит, и в конечном итоге тоже доля ответственности перед народом. А если бы высший прокурорский совет предложит ему, извините, кота в мешке, а он, касательно по процедуре этого закона, дважды не имеется права отказывать. При повторном предложении этой же кандидатуры двумя третями членов высшего совета президент обязан назначить генерального прокурора. А поэтому народ и скажет, а вы же его и назначали, если, допустим, в обществе будут недовольства. Поэтому принципиальная позиция всенародно избранного президента очень даже понятна и с политической, и с правовой точки зрения. Чем закончится? Ну, давайте возьмем за основу нынешние действующие положения закона. При повторном выдвижении этой кандидатуры, если не будет изменена процедура, не будет проведен новый конкурс. Президент просто обязан будет назначить ту кандидатуру, которую предложит высший прокурорский совет двумя третями. А если президент добьется изменений и проведения нового конкурса на других началах, по другим процедурам... По новому закону. По новому закону. Ничего незаконного здесь не предлагается. Да, возможно, и другой расклад. То есть, другие люди и будут участвовать. Хотя мне все эти ребята, которые участвуют в конкурсе, я хорошо знаю. Они все бывшие мои подчиненные. Каждый имеет определенные свои сильные стороны. То есть, вы не так критично к ним настроены, как господин Биак? Давайте даже возьмем сегодняшнюю операцию против этих работников системы просвещения. Это цинизм, кормите детей испорченными. Вы слушали зависть? Это успех. Вы помните предыдущую передачу, что я вам говорил, что органам нельзя зациклиться только на кражу миллиарда. Пусть работает группа, но у нас есть другие преступные явления. И тендеры незаконные, и распил государственных средств, и налоговые преступления, и другие уходы на миллиарды. Я сказал, суммы могут быть такие, что миллиард покажется детской шалостью. Так вот, то, что сегодня в некоторых направлениях есть определенные успехи, а нельзя это не признать, то, в принципе, это хорошо. Но далеко это можно считать успехом? В конечном итоге нет. потому что общество это еще не воспринимает как реальную борьбу, как реальная война. А от нового генерального прокурора, который обязан по закону назначить президент, зависит в этой борьбе очень много. Качество этой борьбы, направленность этой борьбы, системность этой борьбы, кредивенность в обществе. Доверие. Поэтому я считаю, что президент, коль его обязали по этому закону назначить, должен участвовать в этом подборе. Хотя сами по себе, могу относиться, я их всех хорошо знаю, критически к одному, к другому. Но из того, что из этого состава за неимением лучшего можно назначить. в любом случае ситуация соответствует теме вашей передачи. Спасибо. Это был хороший комплимент. Тогда я вам скажу, что, может быть, даже если этот конкурс аннулируется, на чем настаивают социалисты, то я думаю, что могут появиться и другие кандидатуры, если будут объявлены новые... дело в принципе. Дело в принципиальных людях. Да. А потом... Вот это вот правильно. Дело в принципиальных людях. Да. И просто я вам напоминаю, что вы не зря пришли в программу под названием «Дело принципа». Если уж мы о принципах. Да. То есть, как бы так мы это хорошо закруглили. В одном уверена, что, по крайней мере, о развитии вот этой борьбы мы будем наблюдать очень внимательно. И первый шаг – это пятница, когда, да? Да, завтра. Посмотрим, как отреагирует парламент на необходимость внесения поправок в Конституцию. Мне кажется, уже очень много можно будет сделать выводов из этого заседания. Если не договорятся, значит, не проголосуют за конституционные изменения. А раз не проголосуют, значит, изберут в парламенте. Спасибо большое, господин Яков. Мы все объяснили вот просто так, что, я думаю, поняли уже все телезрители. Благодарю вас за участие в этой программе. Приходите к нам еще. Мне было интересно. Я узнала ответы на важные вопросы. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова